Орбитальный разведчик или МРО, с которым я работаю, недавно обнаружил самый большой ударный кратер в Солнечной системе. Диаметр этого кратера – половина футбольного поля. Кратер открыл мой коллега Брюс Кантер из Mullin Space Science Systems при помощи камеры Марси, которая ежедневно делает глобальные карты погоды. Он увидел темное пятно, которое до этого никто не видел на этом месте. Просмотрев множество снимков, Брюс смог возвратиться назад во времени, чтобы исключить возможность ошибки, если вдруг пятно исчезнет в снимках другого дня. 27 марта 2012 года пятна еще не было, но оно появилось на следующий день. Он заподозрил, что пятно имеет ударную причину. Используя камеру контекст, мы смогли сделать снимки более высокого разрешения и смогли увидеть два кратера на месте темного пятна. Сравнивая этот снимок с ранними снимками этой же области, мы смогли понять, что на них не было кратеров. У нас есть еще одна камера, даже более высокого разрешения – HiRISE, которая может различать объекты размером с кухонный стол. При помощи камеры HiRISE мы смогли увидеть дюжину более мелких кратеров, рассеянных по поверхности около двух больших. Маленькие и большие кратеры могли быть следствием удара тела, прошедшего через атмосферу и развалившегося на множество осколков перед тем, как врезаться в землю. Камера HiRISE также выявила множество оползней в этой области, которые, возможно, и являются причиной ее потемнения, зафиксированного на снимках Марса. Эти оползни могли быть вызваны ударной волной взрыва в атмосфере или ударами фрагментов тела о Землю, выбросившими материал из кратеров. При помощи орбитального разведчика Марса и других орбитальных аппаратов мы открыли около 400 свежих ударных кратеров, которые были подтверждены другими разными снимками. Но погодной камерой Марси ударный кратер был открыт впервые, и это первый раз, когда мы смогли настолько сузить временное окно, когда могло произойти падение тела в течение одного марсианского дня или СОЛ. Нам интересно понять количество ударных событий для Марса и других планет, а также природу, выбрасываемого ими материала. В некоторых случаях они выбрасывают водяной лед, указывая нам на места, где он находится под поверхностью Марса.